Добрый вечер, уважаемые слушатели. Еще раз добрый вечер. В эфире Финам.ФМ.Сухой Остаток. Мы продолжаем наш бизнес-канал. Меня зовут Олег Дмитриев. И теперь мы говорим о финансовых рынках. И, как всегда, в пятницу подводим финансовые итоги недели. Поговорим о том, что же определяет настроение на текущем рынке, настроение инвесторов и спекулянтов. В гостях сегодня Максим Орешкин, главный экономист ВТБ Капитал. Добрый вечер, Максим. Добрый. И Дмитрий Кулешов, заместитель начальника отдела фондового рынка и инвестиционной компании Русинвест. Добрый вечер, Дима. Добрый. Ну что ж, да, я напомню, собственно, для наших слушателей. Телефон в студии 6510-99,6. Код Москвы 495. Еще раз 6510-99,6. Звоните, задавайте вопросы. Делитесь собственными наблюдениями. Сайт компании финам.фм, который вы тоже можете использовать для того, чтобы иметь прямую связь с нашими сегодняшними гостями. Ну и традиционно я начинаю эфир с того, что мы смотрим, что происходит сегодня на финансовых рынках. Картина маслом 1805 в Москве. И мы наблюдаем сегодня практически зелень, зелень, сплошную зелень. Индекс РТС сегодня, ну, не сделал, конечно, но практически рядом стоит с отметкой 1600 по индексу РТС. РТС прибавляет он на текущий момент почти процент 0,8%. Индекс ММВБ уверенно держится выше 1500-1537, его текущая котировка. Все остальное также сегодня зеленое. Зеленое европейцы прибавляют, футси 100 в частности, да, полпроцента сегодня. Надо отметить, позитивное закрытие азиатской торговой сессии. Индекс Nikkei 225 прибавил аж почти 3%. Ну, это связано еще и в том числе с укреплением азиатской иены, которая продолжает штурмовать высоты и сделала сегодня 90 иен за доллар уже. Ослабление. Конечно, да. Ослабление японской иены, я имею в виду укрепление пары доллар-иена, извините. Вчерашнее сильное закрытие американских индексов, да, S&P 500 перебил хаи прошлого года и 1480 закрылся тоже очень сильно. Посмотрим, что будет продолжаться сегодня. Сегодня фьючерс на S&P в небольшом минусе, тем не менее. Посмотрим через полчаса. Дальше серевые рынки и Форекс. Нефть, также положительная динамика. Нефть марки Brent выше 111 за баррель. Золото продолжает рост. 1692 доллара за тройскую унцию. И индикатор валютного рынка евро-доллар. Сегодня опять сделал попытку взять 1.34. Неудачно, сейчас корректируется 1.3313 на текущий момент. Основной набор голубых фишек в зеленой территории преимущественно. Лидеры роста это акции компании «Роснефть» прибавляют чуть больше процента. 1,5% делает «Ростелеком» и «Сбербанк». Уже 102 с лишним стоит его акция. Ну и можно сказать на том, что «АвтоВАЗ» сегодня хуже рынка. 0,2% он теряет. В общем, продолжается такая достаточно положительная история на финансовых площадках. Ну и на отечественном рынке тоже. И надо сказать опять о паре доллар-рубль. Рубль сегодня продолжил укрепление. Хотя не вышел за пределы диапазона последних дней. Сделал опять попытку пробиться к 30 рублям за доллар. И сейчас немножко корректируется 30-20, как мы в новостях, собственно, слышали. Ну что ж, Максим, давай начнем с тебя. Собственно, проводим финансовые итоги недели. Чем была примечательная идея с точки зрения событий на российском рынке? Ну, если хочешь, давай отсюда начнем. И с точки зрения событий глобальных. Ну, глобально, я думаю, все-таки лучше с глобальных факторов начинать, да, с глобальной ситуации. В принципе, ситуация довольно спокойная. Из таких моментов, которые могут пошатнуть ситуацию, текущую на рынке, она характеризуется очень низкой волатильностью, да, продолжающейся ростом котировок. Если мы посмотрим на индексы волатильности по крупнейшим площадкам, увидим, что они на очень низких значениях. Эта ситуация, конечно, может пошатнуть развитие событий в Америке. Хотя рынок успокоился после сделки в последнюю минуту по фискальному обрыву, который был достигнут 31 декабря, если не ошибаюсь. Да, да, да. Накануне, да, бой у курантов, вот так говорят. Даже, мне кажется, там чуть-чуть позже. Чуть-чуть позже. Ну, если говорить, да, американский. Вот. Соответственно, ну, проблема не была полностью решена. Часть налоговых повышений вступила в силу, и мы увидим влияние на январско-февральские данные чуть позже. И это может разочаровать рынок. Мы уже видим, что, например, уровень деловой уверенности в округе Нью-Йорк, в округе Филадельфия, которые выходили на эту неделю, они оказались слабыми. Слабее рыночных ожиданий. И тут, с точки зрения макроэкономических данных, нас может ждать негативный сюрприз по Америке. Плюс остается вопрос секвестр расходов с 1 марта, патологу, снарственного долга. Но также понятно, что рынок на эти темы не будет, я думаю, в ближайшие месяцы, до середины февраля, по крайней мере, реагировать. Прикроет глаза просто, да, он знает, что... А рынок привык, что проблема есть, и в последний момент она решается. Соответственно, базовое ожидание... Чего сейчас напрягаться-то, да? Базовое ожидание, что все будет решено в последний момент, и волноваться не стоит. Понятно, что если в последний момент все решено не будет, то тогда волнение сразу выльется очень мощно на рынок. И с политической точки зрения есть ряд моментов, которые говорят, что риски сейчас повыше, потому что много республиканцев говорят о том, что они готовы пойти даже там на некий временный технический дефолт США, чтобы продавить сокращение расходов. А сокращение расходов, оно в любом случае ударит по экономическому росту в США. Даже то повышение налогов, которое случилось 1 января, но где-то может быть полпроцента, один процент с экономического роста может срезать в Соединенных Штатах Америки. Соответственно, если еще случится секвестр, это еще до полупроцента. И в итоге за весь 2013 год американская экономика может вырасти всего лишь на процент, что будет очень слабо, и рынок пока закладывает гораздо более серьезный рост американской экономики в этом году. Что касается России, здесь тоже более-менее все спокойно. Рубль, в принципе, продолжает эндетскую укреплению. Сильных движений на этой неделе не было, но я думаю, такие более сильные движения в сторону укрепления рубля не за горами, потому что на фоне таких благоприятных внешних рынков нефть по-прежнему держится на уровне 110 долларов за баррель. Ее сейчас очень серьезно поддерживает информация о сокращении добычи нефти в Саудовской Аравии в декабре и возможное дальнейшее продолжение этого сокращения в начале этого года. Так вот, на этом фоне, плюс благоприятная сезонность платежного баланса, объемы импорта уменьшились в феврале, мало кто у нас ездит в отпуска и валюту не покупает, поэтому спрос по естественным причинам сезонности снизился на валюту, и на этом фоне понятно, что рубль может укрепиться. И продолжить укрепление, да? Да, продолжить укрепление. Он уже укрепился, да, мы если посмотрим с началом декабря, сравним, мы уже гораздо сильнее стоим. Укрепиться он может еще и дальше, но, опять же, не стоит здесь ожидать каких-то совсем серьезных шагов. 2-3%, может быть, 4%, 2-4% — вот такой диапазон — это то, что можно ожидать в ближайшие месяцы. Единственное, что напрягает с рублем, это то, что большинство инвесторов, как у нас внутри страны, так и за ее пределами, все верят в это укрепление рубля, и многие уже позиционировались под это укрепление. Это говорит о том, что на любое неблагоприятное внешнее событие рынок может отреагировать резко и довольно быстро. И даже внутренние позитивные факторы могут не сдержать. Но, опять же, когда мы говорим про возможную коррекцию, про возможное ослабление рубля, тоже катастрофы никто не ожидает. Он просто вернется к тем уровням, где он был, например, в ноябре-декабре или при более негативном сценарии там, где он был в июне, например, прошлого года. Еще можно отметить, я думаю, важные обсуждения, которые идут с точки зрения экономической политики и вообще развития страны. На этой неделе состоялось очередное заседание у Владимира Путина по вопросу стимулирования экономического роста. Как известно, по последним данным у нас рост ВВП в ноябре около полутора процентов. Вот Владимир Путин назвал оценку последней мин, которую больше никто не называл, что рост всего лишь 1,2 в ноябре. До этого говорилось о 1,9. Но в любом случае рост слабый. И очень важно для этого года, каким путем пойдут российские власти, чтобы стимулировать экономику. Выберут стимулирование спроса избыточное. Мы можем увидеть риск ускорения инфляции с уровня 5-6 процентов этого года, выше в следующем году. Сконцентрируется на улучшении делового климата и институциональных факторов. Это очень позитивно будет в долгосрочном плане. И в том числе для фондового рынка. Бесспорно. Дима. Я бы говорил о том, что сейчас, наверное, стоит рассматривать три группы факторов. То есть факторы такие фоновые, о которых все пишут, но которые реально на рынок не влияют. Это то, что касается вот этих дефицита, потолок госдолга, потолок бюджета. То есть какие-то, может, локальные... Это все, что по штатам, да, мы рассматриваем? Да, да, но по штатам. Но американский рынок все-таки сейчас ключевым фактором аппетита к риску глобальным является. И, собственно, события, которые есть с Европы, сейчас фокус немножечко ушел. Там в феврале будут бюджетные переговоры, будет такой ряд выборов начнутся. То есть какие-то локальные... Заключается вопрос сейчас в том, что может быть триггером очередного, если не обвала, то, по крайней мере, резкого снижения ксировок от текущих уровней. Поскольку вот я вижу, ну, как мне кажется, что мы сейчас находимся по рисковым активам, по фондовым индексам где-то в третий, может быть, даже в четвертой четверти, в третий-третий, вот это восходящее движение этого среднесрочного цикла. То есть четвертая четверть и третья-треть, да, как бы мы ее не назвали, это уже финал. Да, ближе к финалу. Ближе к финалу. Конечно, есть там цели, кто-то ставит 1560 по индексу СНП, а есть... Дим, сейчас о целях пока не будем говорить. У нас сейчас время новостей на Финам.ФМ, а потом мы продолжим. Продолжаем наш эфир, уважаемые слушатели. На Финам.ФМ «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в пятницу подводим, как всегда, в конце недели финансовые итоги ее и говорим о том, что же думают по всему этому поводу инвесторы и спекулянты. В гостях сегодня Максим Орешкин, главный экономист ВТБ «Капитал» и Дмитрий Кулешов, заместитель начальника отдела фондового рынка инвестиционной компании «Русинвест». Значит, позицию Максима мы выслушали. Дима начал рассказывать о том, как он видит финансовые итоги недели. Продолжай, пожалуйста. Ну да, собственно, вот те факторы, которые, так сказать, шумовые, новостные факторы, тренды, то есть те тренды, которые мы наблюдаем, которые будут оказывать динамику на рынке в 2012 году. И, собственно, здесь какие поддерживающие рынок факторы ликвидность. Этот тренд, очевидно, то есть он как бы становится, ну, то есть с ликвидностью проблем нет, но, очевидно, есть признаки того, что ФРС может так или иначе отказаться от дальнейшего смягчения монетарной политики, возможно, пойти на какие-то меры даже по ужесточению уже в конце этого года. Ну, вряд ли это будет речь идти, конечно, о повышении ставок пока, но, так или иначе, последняя речь Бернанки была весьма, так сказать, в этом плане красноречива. Очень много места уделяется именно обсуждению вот этого компромисса низкой ставки инфляции и эффективности низкой ставки в отношении экономики. То есть это говорит о том, что внутри ФРС нарастает дискуссия, и вот эта эпоха низких ставок, понятно, что в Японии она продолжалась 20 лет, но, так или иначе, вот этого безлимитного выкупа, о котором все говорят, и который, наверное, глобально может быть неизбежен, но, так или иначе, это колебание может быть фактором волатильности на рынках уже даже, может быть, и во втором квартале текущего года. Что касается на валютном рынке, действительно, иена, и, в общем-то, то, что происходит на японском рынке, никакие как отражения этой ситуации с иеной, это интересно, но это больше похоже на отскок техническую спекуляцию, которая также в скором времени завершится. Что касается России... Извини, я уточню, завершится ослабление иены, да? Да, она завершится, нет, ростом иены, потому что, ну, понятно, там была накопленная, накопленная такая, так скажем, сила, накопленная перекупленность глобальная, просто можно сколько угодно говорить там о спекулятивных факторах, которые есть, но глобально в японской экономике ничего хорошего не происходит, глобально причин фундаментальной слабости иены, вот если посмотреть на динамику монетарных каких-то индикаторов, то есть динамику макроэкономическую, то есть более того, есть риски серьезные экономические на перспективу экономики Японии, включая внешние, то есть там можно говорить о локальных каких-то движениях по иене, там, может, в пределах даже 100, но большого... Да, 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 сегодня просто представитель японских властей заявлял, что 90 это нормально, 100 иен это нормально, 110 это уже будет плохо, но понятно, что там им удалось на время развернуть этот тренд по иене, но и создать такую локальную волатильность благоприятную для японских экспортеров, ну, там, думается, все это не похоже на глобальный разворот тренда. Другой важный тренд, это ситуация на рынке недвижимости США, которая является, безусловно, определенным фактором оптимизма, потому что если в США действительно мы увидим рост рынка недвижимости, это будет означать, что никакой рецессии в ближайший год-два мы в США точно не увидим. И, конечно, то, что происходит сейчас на сырьевом рынке, здесь явно консолидация, здесь явно металлургия подвержена тому тем новостям, которые мы видели из Китая, там как-то так ловко и красиво нарисовали цифры, что никто даже не заметил, все их приняли как данность, и, собственно, ну, я бы эти серьезные статистику, конечно, не рассматривал, потому что там надо смотреть более серьезные индикаторы, то есть такие общеизвестные там электроэнергии и, может быть, там динамика экспорта-импорта костно может указывать, но на самом деле ситуация в Китае, конечно, очень далека от понимания. Если там действительно все хорошо, то, конечно, опять же, это будет оптимистично для всех, для мировой экономики в целом, для Европы и США, но думается, что в Китае кредитный пузырь, там, так сказать, все худшее еще только впереди, вопрос только в тайминге и в сроках. Поэтому рынок продолжает расти в том режиме, когда все ждут чего-то страшного, но уже оптимизма, индикаторы оптимизма в зоне явной перекупленности, они долго-долго были перепроданы, сейчас мы видим, что индексы финансовых советников, индексы вот эти булбир американские, они все говорят о том, что рынок, наконец, поверил, и рынок стал оптимистично настроен. Извините, я перебью, вот фраза мне понравилась, все ждут чего-то страшного и при этом растут. Да, да, но... Это нормально? Да, и в такой ситуации, так сказать, она благоприятна для продавцов волатильности, если смотреть прошлый год фонды, кто единственные фонды, которые реально заработали деньги, если не считать, там, ну, понятно, общую погоду там роста, но если смотреть по соотношению риск-прибыль, фонды, которые продавали волатильность, ну, думается, ну, если, конечно, не считать еще фонды, которые занимались облигациями развивающихся рынков, так или иначе, здесь думается, что времена высокой волатильности, они, наверное, начнутся в феврале, как мне кажется, может быть, уже даже совсем скоро, но мы скоро увидим сильное движение, сейчас, так сказать, некое затишье и такое спокойствие локальное, ну, думается, обманчивое. Я понял тебя. И продолжение разговора, у меня вопрос, касаемый долгового рынка, ну, и прежде всего, рынка ОФЗ Российской Федерации, мы знаем прекрасно, да, каким спросом пользовался эти инструменты и в конце года, и сейчас, собственно. Конечно, в какой-то степени рост рубля мы обуславливаем этим. Прокомментируем, Максим, пожалуйста. Ну, действительно, тема либерализации рынка ОФЗ, она с точки зрения притока средств иностранных инвесторов активно стала проявляться в основном в втором полугодии прошлого года. Покупки продолжаются. Немножко на этой неделе иностранных инвесторов поволновало с ситуацией, затягиванием официального объявления от Евроклир того, что либерализация случилась, и доступ через Евроклир открыт. Ситуация сейчас складывается таким образом, что все-таки это объявление, скорее всего, будет сделано, если не на следующей неделе, то через неделю уже с очень высокой вероятностью. То есть к концу января как... Ну, эта тема либерализации наша сначала, если помните, была на 1 июля прошлого года. Все откладывается, откладывается, откладывается. Все новые и новые затыки появляются с разных неожиданных мест. Но я надеюсь, что до конца января все-таки мы эту веху в развитии нашей финансовой системы закроем. Приток продолжится. Но я думаю, что все-таки тут очень важная вещь, которую стоит отметить, что этот приток во многом скоррелирован с рисковыми настроениями на глобальных рынках. Если ситуация там изменится к худшему, если нефть пойдет ниже, то и приток денег в ФЗ на некоторое время может замереть. То есть этот приток, он скорее чуть-чуть добавляет волатильности российскому рублю, то есть в хороший момент этот приток усиливается, в плохие он может немного отставать. Но в целом по году мы, конечно же, увидим приток. Составит, я думаю, от 10 до 20 миллиардов долларов. Где-то примерно такой объем стоит ожидать в этом году притока. И понятно, что это... Именно на долговой рынок, да? Это именно в ФЗ. Потому что с корпоративными облигациями там немного другая ситуация. Пока евроклира по ним не будет, потому что вопросы налогобложения там еще не полностью решены. И, соответственно, этот приток, он, конечно, окажет поддержку рублю. Да, но большая часть его, скорее всего, придется именно на первую половину года. И причем, вот, наверное, стоит упомянуть о том, что доходности, да, которые привлекают, ну, до сих пор еще привлекают иностранного инвестора, все-таки могут измениться не в лучшую сторону. Ну, если сейчас сравнивать доходности российских длинных ФЗ с другими развивающимися рынками, они выглядят очень привлекательно. Из таких крупных рынков высшие по доходности находятся в Бразилии и Индии, но в Бразилии там налоговый режим другой, да, и поэтому инвесторы не получают той доходности. А доступ инвесторов на рынок Индии, он во многом усложнен и закрыт. Вот, поэтому Россия из таких крупных рынков, куда можно было бы вложить в локальные рынки, она предоставляет самую высокую доходность. То есть Турция, которая во многом шла с более высокой доходностью весь прошлый год, под конец года опустилась ниже России и ниже России держится. Поэтому говорить о том, что... Хотя вот для отечественных участников рынка текущие доходности по ФЗ выглядят очень низкими, потому что они к ним не привыкли. Но если смотреть глобальную картинку, то получается, что не так уж и низко, а если еще и прогноз ВТБ капитала по инфляции на этот год сбудется в 5,4%, и в том числе в прогноз по смягчению монетарной политики со стороны Центрального банка, это, конечно же, еще поддержит рынок ОФЗ в этом году. Я понял. Хорошо. Значит, два слова буквально... Дим, ты, насколько я помню, не коснулся этого. Два слова по рынку нефти. Вот действительно стабилизация... Ну, мы сейчас говорим о бренде, хотя понятно, что там во многом все взаимосвязано. Хотя, с другой стороны, еще вот один момент, я сейчас вдруг вспомнил. Несколько дней назад мы с коллегой вели разговор о том, что есть интересная идея на рынке нефти именно. Вот этот спред, который какой-то нелогичный стал после кризиса 2008 года, где бренд стал дороже. Свид, до этого все было наоборот. Логичный вполне. Ладно, бог с ним. Логичный, неважно. В общем, мы берем за данность, да, то, что вот есть спред между американской нефтью и европейской нефтью, и он достаточно серьезен, и рано или поздно он схлопнется. Ну, уже начал, собственно. Ну, очень сильно снизился с начала года, да, потому что произошло довольно важное событие для рынка. Это запуск второй нитки нефтепровода Сивэй, которая с Кашинг, с побережья Мексиканского залива соединяет 250 тысяч баррелей, и добавила к текущим возможностям транспортировки. Вот, но я думаю, тут ситуация может повторять и предыдущие годы, да, когда вот первую нитку запускали, реверс сделали нефтепровода. Сначала спред сужается, но потом опять продолжает активно расти добыча в континентальных США и на севере США нефти. В Канаде продолжает расти добыча нефти, и опять в Кашинге образуется избыток WTI, и спред начинает расширяться. В принципе, по этому году будет несколько моментов, когда будут вступать в действие новые мощности. Понятно, что как раз вот с этими моментами будут связаны периоды сужения спреда между брендом и WTI. Крупнейшая, это, конечно, во втором полугодии будет ветка Gulf Coast Extension Project, которая 700 тысяч баррелей добавит в сутки, и плюс еще в первом полугодии будет два проекта, которые тоже несколько сотен тысяч баррелей транспортировки добавят уже только не из Кашинга, а от отдельных месторождений к Мексиканскому заливу, и это тоже снизит приток нефти Кашинга. Поэтому спред будет волатилен, он будет ходить вверх-вниз. Но он останется, тем не менее, да, и мы схлопывание его и не увидим. Америка сейчас представляет регион, где наиболее быстрыми темпами растет добыча нефти, и поэтому перекосы из-за того, что система транспортировки нефти просто не успевает за ростом добычи, складывается такая ситуация, когда нефть в различных точках США стоит по-разному. Потому что там же спред не только между WTI и бренд. Там спред, например, между WTI и Луизианой Light Suite. То есть это нефть на побережье Мексиканского залива. Она стоит столько же, сколько стоит примерно бренд. А WTI стоит дешевле. То есть в двух точках Соединенных Штатов Америки нефть стоит разной величины. Ну, я понял. Ладно, это некая такая идея спекулятивная. Пришла кому-то в голову. Может быть, она и имеет место быть. И тем не менее, мы говорим о том, вот, Дима, да, с твоей точки зрения, вот этот диапазон по бренду пусть будет, да, насколько он долго может продержаться? Ну, действительно, диапазон сложился устойчивый. Наверное, уже мы технически в скором времени можем увидеть из него выход. Думается, что скорее выход этот будет вниз. Но тут не исключен еще один спекулятивный волноверх по нефти бренд, потому что все-таки действительно очень много говорят о фундаментальной природе спреда. И, наверное, действительно много в этом есть истины, что природа носит фундаментальный характер. Но есть такие версии, скажем так, что в значительной степени такая нынешняя высокая цена на бренд объясняется спекулятивными факторами, которые, в общем, то есть глобально дефицита нефти, такого, который бы носил всеоблемящий характер, в Европе... И поддерживал, да, на таком уровне? Нет, поэтому вопрос только стоит в том, если будут дешевые деньги, то... Я понял, Дим. Сейчас еще новости послушаем, потом... Итак, уважаемые слушатели, мы продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам. Я, Олег Дмитриев, подводим финансовые итоги недели. В студии сегодня Максим Орешкин, главный экономист ВТБ «Капитал» и Дмитрий Кулешов, заместитель начальника отдела фондового рынка инвестиционной компании «Русинвест». А прежде чем, Дима, я попрошу тебя продолжить, давайте я все-таки взгляну сейчас на то, что творится на финансовых рынках. Дело в том, что американцы, да, присоединились к торгам, открываются американские площадки. Ну, вот я наблюдаю сейчас небольшое снижение при открытии, хотя, конечно, это наверняка ни о чем не говорит. Пока Dow Jones теряет 0,02%, S&P теряет 0,05%, 1480% его текущая котировка. И, тем не менее, надо сказать, что российский рынок продолжил свой рост. Вот сейчас под закрытием индекс РТС уже 1607 пунктов в моменте, а индекс ММВБ 1541, то есть больше процента и тот и другой сегодня делает. То есть оптимизм как-то уже набирает обороты, да, наверное, это неплохо. Дим, продолжим разговор о том, какие перспективы на нефтяных площадках. Собственно, по нефтяным перспективам, то есть, я говорю, в значительной степени определяются ситуации с ликвидностью, с пекулятивным фактором. И можно, конечно, говорить там, что есть в случае, если мы увидим какие-то неожиданные сильные рост мировой экономики, конечно, это будет оптимистично для нефти, но думается, что там в лучшем случае нефть будет находиться в таком широком диапазоне 100-120 долларов. В лучшем случае будет снижаться вместе с ростом доллара и может снижаться даже при оптимистичной ситуации на рынках фондовых активов. Извини, пожалуйста, а возможно вообще такая ситуация, что неожиданно мировая экономика начала расти? Неожиданно. Возможно. Возможно, да? А просто можно очень такой сценарий нарисовать таких событий. Вот то, что, например, произошло в Японии. Правительство поменялось и заявило о том, что совместно с Центральным банком начинается мощная программа стимулирования. Увеличиваются государственные расходы, увеличивается монетарное стимулирование. И все видели, как японский фондовый рынок на такие новости отреагировал. Регион, который теоретически может показать высокий рост, это Европа. Если мы посмотрим на уровень безработицы, на уровень загрузки производственных мощностей, то и безработица высокая, уровень загрузки низкий. То есть если на европейском континенте появляется откуда-то спрос, то это может запустить очень быстрый экономический рост там. Потому что есть низкая база, да, как в таких случаях? Ну не только низкая база, просто есть ресурсы, то есть на любой спрос экономика будет реагировать не повышением цен, она будет реагировать увеличением выпуска. В принципе, потенциальный источник для такого спроса, он существует. Это Германия. Германия обладает, несмотря на то, что и уровень госдолга там вырос за последнее время, она в принципе обладает потенциалом сделать очень большой фискальный стимул. Германия для Германии фискальный стимул? Ну, Европа же она единая, да, если увеличиваются расходы в Германии, они начинают постепенно распространяться, они выходят за пределы немецкой экономики. Начинается все именно локально с Германии. Ну, это источник спроса, да, спрос там в том числе будет предъявляться на товары, производимые и услуги, производимые в других европейских товарах, грубо говоря. Если большой рост спроса в Германии, ситуация в экономике Германии улучшается, люди начинают, заработные платы начинают расти, они начинают чаще ездить, например, в Грецию отдыхать. Да, потому что там туризм, да, это то, что Грецию в основном связывает с европейскими странами и так далее и тому подобное. Вот. Дальше, если фантазировать в рамках этого сценария, да, та же Греция, она же, несмотря на то, что мы все говорим, что там все плохо, все там катастрофично, что дефицит никак они не могут сократить. На самом деле, если взглянуть на первичный дефицит их бюджета, то он, на самом деле, очень серьезно сократился. Это дефицит бюджета без учета платежей по государственному долгу. Для того, чтобы долг стал сбалансированным, да, нужно, чтобы номинальный рост ВВП был больше, чем проценты, уплачиваемые по долгу, плюс первичный дефицит. И очень важный момент, который стоит понять относительно периферийных экономик, что они сейчас снижают первичный дефицит бюджета в ситуации очень глубокого циклического кризиса, когда выпуск очень сильно в ВВП упал, когда безработица высокая. Что это означает? Что если они зафиксируют уровень своих расходов на текущем уровне, к ним извне придет спрос, увеличит выпуск в этих экономиках, у них налоговые базы, налоговые доходы очень сильно вырастут. И это придет к тому, что в случае экономического восстановления в целом в Европе, в периферийных странах, ситуация с дефицитом может очень быстро и сильно улучшиться. И это уже будет вторая волна улучшений, и рост в Европе может стать самоподдерживающимся. Выполнится такой сценарий? С большой вероятностью нет, потому что ожидать мощного фискального стимула от Германии точно, по крайней мере, в этом году не стоит. Хотя, по моему мнению, пример Японии, он может оказаться заразительным. Кстати, Шойбле как раз не очень согласен с тем, что происходит сейчас. Шойбле это человек, по моему мнению, который, можно сказать, убил Европу за последние несколько лет, потому что он является одним из главных сторонников в еврозоне очень жесткой фискальной политики и политики затягивания поясов. Если Япония докажет своим стимулированием, что именно такое стимулирование способно обеспечить восстановление экономического роста и предотвращение дефляции, рано или поздно такой опыт может быть применен и в Европе, в той же Германии. А сейчас это невозможно, ты сказал, именно потому, что... По политическим причинам. По политическим, да, у руля стоят люди, которые, так сказать... Которые не готовы к таким шагам. Ну что ж, замечательно. Оказывается, есть сценарий выхода из кризиса. Сценарий всегда есть, и более того, чаще всего на рынках происходит так, что хороший сценарий приходит так, когда их меньше всего ждут. Просто ситуация... Сейчас-то особенность заключается в том, что уже сейчас оптимизм на рынках достаточно высокой точки, несмотря на все проблемы. А структурные проблемы, дисбалансы, они никуда, к сожалению, не делись. И даже наоборот, они все эти годы копились. Те объемы рекордные, беспрецедентные, стимулированные фискального и финансового, которые накоплены в Европе, в США и, собственно, даже в той же Японии. Япония на этих стероидах уже больше 20 лет сидит. Европа и США, судя по всему, также нас ждет длительный период... Дмитрий, я позволю перебить, если можно. Я вот не называл бы то, что происходит за последние 10 лет, что это фискальное стимулирование. Потому что то, что произошло и в Штатах, и в Европе, это не то, что расходы увеличились. Это то, что доходы упали. И смотря на дефициты, кажется, что это стимулирование. Но с точки зрения совокупного объема расходов в этих экономиках, де-факто полноценного стимулирования, за исключением стимула, который применялся в Америке в 2008-2009 году, был фискальный стимул, когда они увеличивали расходы. Это первая программа? Да, реакция была. Нет, не квантитетий фризинг, не монетарная политика. У них была программа увеличения государственных расходов, как реакция на кризис. Если не ошибаюсь, порядка 700-800 миллиардов долларов что-то в этом объеме было. Вот. В Европе ни одной программы по стимулированию не было, а произошло, связанное с циклическим, очень сильным циклическим кризисом, произошло ухудшение позиции государства и соответствующее наращивание государственного долга. Но стимулирования как такового фискального не было. Прошу прощения, что перебил. Но было значительно монетарное стимулирование. Тем не менее, ЛТРО тоже самое. Собственно, в том или ином виде это беспрецедентные меры, которые поддержали рынки. Собственно, то, что касается экономики, вопрос, так сказать, здесь структурно экономики Европы и США находятся в глубоком, так сказать, кризисе. И большой вопрос, что было бы, если бы не все эти меры стимулировали финансово, да, может быть, даже на самом деле, так сказать, сценарии были бы более быстрые, более даже благоприятные в долгосрочной перспективе. Так или иначе сейчас все-таки, ну, наверное, базовый сценарий, если там исходить с классических позиций, заключается в том, что нас ждет длительный период делейджинга в Европе и США. И просто брать ресурсы для фискального стимулирования в этих экономиках попросту неоткуда, поскольку наращивать дефицит в тех же Штатах, ну да, там ресурс наращивания есть, но он все же не носит безлимитный характер. Понятно, что сейчас нет замены, нет альтернативы американской денежной единице, американской системе валютной, даже близко нет никаких альтернатив в мировом масштабе, но все же этот процесс, он всегда носит длительный характер. И так или иначе, эти альтернативы, они будут находиться. Здесь очень важно сейчас, все-таки, наверное, мне кажется, наиболее интересно то, что будет происходить в этом году, и Россия в этом процессе будет в том числе иметь участие, это то, что будет происходить, собственно, на долговых рынках, вопрос дифференциала ставок и вопрос, насколько нам, в общем, насколько удастся переменить тот тренд снижения доходности, который наблюдался в последнее время. Потому что сейчас мы видим, несмотря на оптимизм на рынках, несмотря на низкую волатильность доходности казначейских облигаций США, по-прежнему на низких уровнях, и там такое впечатление, что долговой рынок этого финансового ралли не замечает. Это, в общем, не очень слишком хороший сигнал. И плюс мы видим, что есть большое противоречие, действительно, очень в созрении хорошие предпосылки для роста рубля в нынешней ситуации. И в то же время есть потенциал сокращения дифференциала ставок. И, с одной стороны, кто-то скажет, два противоречащих фактора, и это, наоборот, будет говорить о том, что волатильность рубля будет низкой. Мне кажется, что будущий год будет как раз очень интересным годом для валют, развивающихся рынок, в том числе для рубля, и может очень быть достаточно волатильным. Ну, к волатильности нас уже центральный банк приучил, и я думаю, что точно можно с уверенностью говорить, что для рубля этот год будет волатильный, и мы, я думаю, ни раз и ни два можем увидеть довольно серьезные движения, по крайней мере, процента на 3-5 за какой-то короткий... Приучил ты имеешь в виду, что он иногда не замечает того, что... Он резко сократил объемы своего присутствия, и рынок теперь на любое изменение внешних рынков, какие-то сдвиги нефтяных цен, сдвиги настроения к риску, он сразу реагирует мгновенным изменениям валютного курса. А ЦБ вроде бы, да, дистанцирует? Роль ЦБ сглаживает совсем серьезные колебания, у него есть уровни, на которых он небольшие интервенции проводит. В январе, например, несколько торговых дней он по 170 миллионов долларов покупал. В принципе, объем не такой уж и большой, поэтому эти объемы, они идут именно на сглаживание колебаний, в то время как нахождению нового равновесия они практически не мешают. Я понял. Буквально там две минуты у нас осталось, до следующего перерыва я хотел бы попросить вас прокомментировать, поскольку уж мы некоторое время уже обсуждаем опять ситуацию в еврозоне, прокомментировать то, что сейчас происходит на Кипре и с Кипром, и ковы ожидания, может ли эта маленькая страна, тем не менее с большими проблемами, по слухам они гораздо больше, чем Греция даже, опять стать триггером, да, Дима, как ты говоришь, драйвером движения? Глобальным, наверное, триггером вряд ли может стать. Локально думается, что Кипру будут помогать до последнего момента, наверное, такой катастрофической ситуации не допустят. Но так или иначе, могу только повторить, что кредитные проблемы еврозоны еще толком и не начинались, и то, что мы слышали, вот эти вербальные интервенции, программы монетарного стимулирования, это все, так сказать, на время только способны сгладить обстановку. Ситуация кредитной, которая единственный выход из той кредитной ситуации, которая сложилась, действительно, как обозначил коллега, тот оптимистичный сценарий в экономиках, который именно в экономиках стран двигателей еврозоны, потому что экономик проблемных стран, там, конечно, говорить о каких-то двигателях сейчас очень сложно. Но Кипр все-таки не настолько важный субъект для экономики еврозоны, чтобы системно вызвать шок. Чтобы обращать внимание на нее, да? Нет, обращать внимание надо на все. Ну, понятно, что это может слушать каким-то триггером движением на рынках, но понятно, что там ситуация в Германии, она гораздо более определяющая, чем ситуация на Кипре. Вот, и несмотря на то, что я рисовал вот этот позитивный сценарий, да, ни в коем случае не стоит забывать, что немецкий ВП в четвертом квартале показал отрицательный темп роста. Вот, и при этом, как мы видели, ни федеральное правительство Германии, ни ЕЦБ пока в сторону еще большего стимулирования экономики не движется. То есть, говорить тогда в этом позитивном сценарии точно не стоит и вряд ли в этом году стоит, еще раз повторюсь. Я понял. Хорошо. Значит, сейчас, да, мы традиционно через некоторое время пойдем на новости, послушаем новости на Финам.ФМ. И я хотел бы проанонсировать, а в последней, получается, уже части нашей программы мы будем отвечать на вопросы слушателей. Если еще у кого-то есть, звоните, пишите. Есть еще время. Спасибо за ответы на текущие вопросы. Сейчас новости. Итак, в эфире сухой остаток на Финам.ФМ. Мы продолжаем разговор и отвечаем на вопросы наших слушателей. Есть звонок, и с него мы и начнем. Игорь, добрый вечер. Вы в эфире говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Такой вопрос. Американские ЦБ, европейские ЦБ, там, скажем, как принято говорить, в одно касание, в один клик напечатали триллионы долларов, триллионы евро. По сути, это значительно больше даже, чем то, что заработала наша страна за последние 10 лет продажи нефти и газа. И вопрос в связи с этим такой. А что будет, скажем, в течение 5 лет? Ну, куда будет двигаться паритет покупательной способности рубля? Что будет с накоплениями граждан за эти 5 лет? И с ЭВРами России? Что произойдет? Это все растворится в итоге. И мы опять все будем как бы на дне, как и раньше, как и в 98-м году и в 91-м году. Что вообще нас ждет? Я понял. Спасибо. Спасибо за вопрос, Игорь. Да, Максим. Я начну, да, отвечать на этот вопрос. Во-первых, нужно понимать, что, на самом деле, процесс монетарного стимулирования, который делает ЕЦБ и ФРС, он не настолько прост. Это не просто печатание денег. По своей технической сути, это замена одних активов на балансе банковской системы на другие активы. По сути, те средства, на которые ФРС и ЕЦБ выкупают бумаги с рынка, это средства, эти покупки, они профондированы средствами банковской системы. Объясню. То есть, у нас в момент времени Т0 на балансе банков есть те же облигации US Treasuries или облигации европейских стран. В момент Т1 эти бумаги на балансе банков исчезают, и они заменяются ликвидными депозитами в Центральном банке. То есть, в своей операции, по сути, объем активов на балансе банков не увеличивается, просто их структура смещается в более ликвидную, и тем самым эта более ликвидная структура одновременно характеризуется меньшим доходом, и это стимулирует банки уходить от этих высоко ликвидных, но низкодоходных активов и искать другие способы вложения. То есть, ситуация не настолько простая, они не печатают новые деньги, это не печатный станок, и мешками не выносят, и не тратят. В буквальном смысле, да. И не тратят. Вот. Ситуация была бы такая, если бы деньги направлялись на, например, финансирование дефицита бюджета, если бы эти деньги брали бы правительство и тратили бы, и предъявили фактический спрос. Эти деньги не создают фактического спроса в экономике, поэтому восстановления бурного мы не видим. Потому что, если бы эти деньги попадали как спрос именно в экономику, то мы увидели бы на первом этапе бурный экономический рост, а на втором этапе резкое ускорение инфляции. Гиперинфляция, конечно. Ну, гиперинфляция, не гиперинфляция, но ускорение инфляции, скажем так. Вот. А так как фактического спроса не создается, это всего лишь замена одних активов на балансах банков на другие, то это не приводит к сильному увеличению спроса, и, соответственно, никакой инфляции нет. Вот. Отдельный вопрос, что, как России стоит управлять своими золотовалютными резервами, что стоит делать с фондом национального богосостояния, с фондом будущих поколений, как его называют. Да, тут вопрос диверсификации и изменения структуры инвестиций с более рискованной на менее, с менее рискованной текущей, абсолютно безрисковой, да, это вложение в долговые обязательства крупнейших стран, в какие-то другие активы, да, по примеру, например, как это делает Норвегия, которая инвестирует и в акции, и в там, в облигации развивающих стран и так далее, и тому подобное. Вот. Это вопрос отдельный, да, его стоит обсуждать, и, в принципе, он уже обсуждается, и надеюсь... Ну, Игорь, тем не менее, взаимосвязывает, да, монетарные стимулирования в Штатах и в Европе... Его логика понятна. На печатаре много денег, появился спрос, и, как бы, другие деньги, которые есть в системе, теряют на этом фоне свой относительный вес. Логика понятна. Вот я пытаюсь объяснить, что печатание, на самом деле, не совсем печатание, а просто замена одних активов на балансе банков на другие. Это стимулирует кредитную активность, стимулирует спрос на рисковые активы, но не создает самого спроса, как такового на там товары и услуги. Вот. И отдельный вопрос, что делает Россия своими резервами, своими фондами. Действительно, возможно, стоит пойти в более рисковые активы, чтобы в случае, там, развития, например, инфляционного сценария, эти активы выросли бы в цене, а не падали бы. Там был такой еще вопрос, что будет через пять лет, да, наверное, все хотят знать. Через пять лет, и я так понимаю, что Игорь прослеживает, ну, ему так кажется, что есть некая связь, текущие, да, кризисные какие-то явления, 98-й год, 90-й. Да, да. Думается, что тут надо понимать, что дно бывает разное, да, к сожалению, наше поколение, наши людей привыкли к тому, что оно каждый раз к ним приходит в разных формах. Вот, я думаю, сейчас оно будет скорее иметь форму политическую, чем экономическую. Что касается экономики, то здесь объективно все, конечно, зависит от сценария глобального рисковых активов, как мы сегодня говорили. Сценарий оптимистичный, предполагает, наверное, постепенное укрепление рубля, дальнейшее формирование кредитного пузыря в российской экономике со снижением ставок номинальных и реальных, соответственно, резким ростом дальнейшего кредитования. При этом стагнация в экономике, какой-то, так сказать, вопрос, что будет в этом случае с инфляцией, наверное, она будет, опять же, тоже снижаться. Но в этом плане этот процесс может занять от одного до трех лет, и после этого резкая, в случае ухудшения глобальной сырьевой конвентуры и кредитной конвентуры, какие-то всплески резкой волатильности. И говорить о том, что, конечно, резервы быстро иссякнут, не стоит говорить, этот процесс будет занимать несколько лет. И опять же, будет зависеть от суперцикла вот этого сырьевого, потому что, если там будет супер, как был в 70-е годы, десятилетие роста, потом оно сменилось 20-летием падения, когда нефть стоила 8 долларов, при том, что фундамент был, фундаментальные факторы на нефтяном рынке были очень сильно похожи на те, что есть сейчас. То есть, вот эти вот, очень сильно все это зависит от спекулятивного сырьевого цикла. Поэтому, однозначно, ответ на этот вопрос, он лежит не в пределах России. И, конечно, я говорю, что то, что в пределах России, это, конечно, политика. И тут, конечно, вопрос, в чем хранить активы в этих условиях, наверное, нужно диверсифицировать, быть готовым на данный момент, с моей точки зрения, понимать, что готовиться к укреплению рубля и держать часть валюты в рублях. И готовиться, если как бы к долгосрочной перспективе, готовиться к укреплению американской валюты, ко всем остальным валютам. Потому что ее, наверное, сила, она проявляется двояко. С одной стороны, в случае глобального ухудшения обстановки в мире, это актив надежный. С другой стороны, если сейчас смотреть с точки зрения конкурентоспособности, какие бы ни были проблемы в американской экономике, все же она выглядит наиболее, так сказать, перспективно. Потому что пока это так, и ничего не изменилось. Вот так вот. Спасибо. Спасибо. Ну и это, собственно, рекомендации-то непосредственно нашим радиослушателям были. Да, вот с определенным временным лагом, да, что правильнее было бы диверсифицировать ваши сбережения. Давайте вопросы, Дима, да, ну, тебе прокомментируй, пожалуйста. Значит, у нас есть вопрос по акциям «Газпрома», «Роснефти» и «Сбербанка». Ну, если не возражаешься, с «Сбербанка» начнем, потому что, смотри, он сегодня больше 2% уже прибавляет. Объективно «Сбербанк» сейчас входит в корзины всех богатых, всех инвестдомов крупных, да, по России, зарубежных, он везде в топ-пик, потому что там действительно по оценкам, по вот этим, по фундаментальным факторам, которые видны в отчетности, по каким-то перспективам, которые рисуют размноженные инвесторы, «Сбербанк» однозначно им представляется лучшей акцией. И в ситуации, когда глобальный аппетит к риску растет, и инвесторы ищут, чтобы купить на этой последней волне циклы, они, конечно, в первую очередь покупают «Сбербанк», в меньшей степени догоняющий эффект «ВТБ», потому что «ВТБ» гораздо более низкого качества, я хотя не хотел бы, так сказать, не… Нормально, нормально, нормально. Я говорю только об акциях, да, соответственно, потому что это более волатильный актив. Вот. Так или иначе, «Сбербанк» продолжает аутуэформить «ВТБ» с точки зрения «Моментума». Я говорю именно с точки зрения «Моментума», в рамках этого тренда, так сказать, технической точки зрения. Что касается, значит, «Газпрома» и «Роснефти», «Роснефть» было явно спекулятивное движение, которое в значительной степени заход западных инвесторов, которое сейчас явно прекратилось. Мне кажется, «Роснефть» к бумагам основным российским можно продавать, формировать такие спреды. Что касается «Газпрома», здесь наблюдается, опять же, улучшение того самого «Моментума», но пока оно не носит существенного характера, и «Газпром» вряд ли будет лучше индекса в ближайшей неделе. Хотя, как такую бумагу, как идею, которая в мае принесет 8% дивидендов, и которая, судя по всему, значительно от текущих уровней, даже если будет волатильность, не упадет, «Газпром» держать в портфеле можно. — Я бы еще, может быть, чуть-чуть бы добавил по Сбербанку такое наблюдение, что для многих иностранных инвесторов, те, которые инвестируют в фонды акций, иностранные фонды акций, которые инвестируют в Россию, для многих бумаги Сбербанка являются таким прокси на российский рубль, потому что это российский банк с рублевыми активами, и в любой момент укрепления рубля, если фонды хотят сыграть на укрепление рубля, те фонды, которые могут инвестировать только в акции, они покупают Сбербанк, и он довольно часто неплохо перформит в тот момент, когда рубль укрепляется. — Естественно, сейчас рубль укрепляется, на ближайший месяц, скорее всего, перспективы в сторону дальнейшего укрепления рубля. Не знаю, как это окажет влияние на котировки Сбербанка, но, исходя из этой логики, может положительно. — Ну и пока мы видим, что он растет. — В какой-то даже степени на силу российской экономики. — Силы российской экономики как раз сейчас нету, да, у нас рост ВП резко замедлился, прогноз у нас у ВТБ капитала на этот год около 2%, очень низкий по сравнению с многими другими домами, но при этом я бы не стал бы негативно говорить об этом прогнозе, в целом рост, который мы ожидаем в этом году, он будет более сбалансированный, и кредитование замедлится, и рост депозитов населения подрастет, и банковская система будет все более-менее сбалансирована, и в целом по экономике перегревов не будет, и наградой за это, конечно же, будет снижение инфляции. — Ну что ж, неплохой прогноз. Максим, и тебе просьба в последнее время немного, буквально два слова интересуют среднесрочные перспективы золота. — Ну, золото я все время говорю об одной важной теме, что основными покупателями в последние годы стали центральные банки, да, и понятно, вот поведение центральных банков во многом зависит, куда движутся котировки этого драгоценного металла. Всегда привожу пример начала 2000-х годов, когда золото стоило дешево и снижалось в цене, и тогда центральные банки стояли в очереди для того, чтобы продать золото из своих резервов. Соответственно, это тогда толкало... И центральные банки, они всегда последние в каких-то трендах, да, и вот сейчас, если покупки центральных банков прекратятся, это, конечно же, сильно ослабит спрос на золото и может привести к снижению котировок. Поэтому тут надо вот эти факторы, в первую очередь, принимать во внимание, прогнозируя цену этого металла. Спасибо. Значит, я буду закругляться. Уважаемые гости, я благодарю вас, что вы сегодня приняли участие в нашем эфире. Я напомню, в гостях сегодня были Максим Орешкин, главный экономист ВТБ «Капитал» и Дмитрий Кулешов, заместитель начальника отдела фондового рынка инвестиционной компании «Русинвест». Уважаемые слушатели, я благодарю вас за внимание, я желаю вам отдохнуть на выходных и напоминаю, в понедельник американские площадки будут закрыты, мы встретимся с вами в прямом эфире, опять в известное время, а американцы, тем не менее, не работают, потому что у них праздник, у них день Мартина Лютера Кинга, простите. Ну, это ничего не страшно, потому что они откроются во вторник и жизнь продолжается. Всего вам хорошего, спасибо за внимание, успехов на рынке, до свидания.